«Собери себе свой фильтр». С таким призывом выступила группа американцев, живущих в Китае. Эти энтузиасты решили удешевить товар, который пользуется в Китае особым спросом. В последние годы в больших городах страны воздух заполнен микрочастицами, опасными для здоровья. При этом стоимость фильтров для очистки начинается от 300 долларов и заканчивается несколькими тысячами. Для многих китайцев это непозволительная роскошь. Теперь же у них появился шанс собрать качественный фильтр всего за несколько десятков долларов, а точнее за 32. Для этого им понадобится вентилятор, стандартный фильтр Nero и ремешок. После нескольких незамысловатых манипуляций система фильтрации готова задерживать любые частицы, которые будут через неё проходить. Подобный фильтр известного в Китае бренда IQ Air стоит около 1000 долларов. «Это как велосипед, а фильтр марки IQ Air или Blue Air – это как BMW. До настоящего момента люди не знали, что на рынке фильтров воздуха были велосипеды. Они думали, что если вы хотите добраться от точки А в точку Б, то нужно покупать BMW. Мы не говорим, что этот фильтр лучше IQ Air, но он работает очень хорошо и намного, намного дешевле». Впервые идея создать такой фильтр пришла студенту Томасу Талему, когда он учился в Китае. Он купил в интернет-магазине фильтр и привязал его к вентилятору. В прошлом году группа уже из восьми человек организовала онлайн-семинар и начала продавать наборы для создания своих дешёвых фильтров для воздуха. Поместив прибор для измерения качества воздуха перед таким самодельным устройством, можно увидеть, что работает оно неплохо. Всего за несколько секунд коэффициент наличия микрочастиц снизился с 600 до нуля. Без фильтра этот показатель снова взлетел вверх. «Если говорить о частицах, то его эффект достаточно показательный. Он не очищает воздух от запахов или каких-то химических соединений, как другие очистители. То есть мы говорим только о частицах, но с течением времени в закрытом помещении его эффективность практически такая же». «Они очень креативные. Они нашли лёгкий способ, который люди могут принять. Я думаю, ключевым является цена. Они такие дешёвые. Это привлекает простых людей, таких как я, послушать и сделать покупку». В больших городах Китая, таких как Пекин и Шанхай, уровень загрязнения воздуха считается очень высоким. Например, в столице уровень содержания в воздухе частиц диаметром менее 2,5 микрометров составляет 500 микрограммов на 1 кубический метр. При этом Всемирная организация здравоохранения считает, что уровень в 300 микрограммов уже является критическим.